Привет, дорогие друзья! В сети обсуждаются слова советника президента Арестовича, участника трехсторонней контактной группы о том, что жаль, что в Крыму не начали стрелять. Вот начали бы мы стрелять в Крыму, так мы бы это самое. Во-первых, это хороший посыл крымчанам, чтобы они понимали, что совершили ошибку в 2014 году. А во-вторых, он не только это нес на этом эфире, я вам хочу кое-что показать. Кое-что глубже будет. Ну, во-первых, не обошлось без традиционного облизывания задницы Владимира Александровича Зеленского, мудрейшего из всех ныне живущих политиков. Другой характер. Я не хочу пить дифферамбу и рассказывать, что это прорывной визит, революционный ла-ла-ла. Нет, это крепкий рабочий визит, который ожидания, мы выбрали из него по максимуму, ожидания большее, чем мы сами. Готовились о, самое главное, проясненной позиции. Они говорили два часа вместо одного. Вот это вот два часа, они говорили вместо одного, ставится просто в такую же заслугу, что посмотрите, как было интересно. Я лично своими ушами слышал, что готовилось два с половиной часа. Должна была быть встреча. Теперь они начали все вместе рассказывать, причем только час должна была быть встреча, а там два часа. Байдену так было интересно. Уберите оттуда переводчика, ну и как бы получится то, что получится. Что они с этими двумя часами носятся? Ну получили мы от визита просто. Говорили за закрытыми дверями. Даже Ермак не все знает, о чем говорили. Даже Ермак не все знает. А Ермак обычно знает даже какого цвета кал Владимира Александровича. Ермак даже не знает, как кого уже дошло. Понимаете, да? И мы идем вместе. Плечом к плечу. Кстати, одно из самых главных, один из очень серьезных аргументов, это участие Украины в эвакуации в Афганистане. Мы все-таки идем вместе, плечом к плечу. Галантерейщик и кардинал! Это сила! Вот эта фраза с каждым новым заявлением представителей украинской власти все более и более актуальна. Когда в Америке начался тяжелейший моральный и политический кризис, тяжелейший, там тяжелейший кризис, мы подставили плечо не Байдену, Америке. Хо-хо! Америке подставило плечо, казалось бы, такая слабая Украина. Лидер, который ездит, выпрашивает деньги, но плечо-то все равно подставили. Знаете, ненакормленный, нищий, но плечо. Плечо! Посмотрите, за два месяца какой гигантский скачок происходит. Просто вот раз, и мы резко сделали такой прыжок в сторону Запада, продвинули ситуативно. Безусловно, одну из центральных ролей сыграл Афганистан. Давайте назовем уже сразу украинский тигр. Прыжок лучше всего подойдет. Украинский тигр совершил прыжок в сторону Запада. Промахнулся и пролетел мимо, можно сказать. Это тот же самый Арестович, который говорил, что мы сейчас развернемся в сторону Востока. Главное, если бы этого не было, дальше бы это продолжалось, медленно, тихо, сапо. А сейчас просто вот такой принципиальный скачок совершен. И те спецназовцы, которые это все делали, наши разведчики, наш МИД, это не в последнюю очередь их заслуга. Вот буквально видите, как это три десятка человек может изменить положение страны геополитической. Уже изменено, оказывается, положение геополитической страны. Потому что вон те вот наши суперспецназовцы, которые вывели каких-то там людей, они просто совершили прорыв сейчас. И поэтому мы уже идем нос к носу со штатами. Мы вместе идем. Не сзади там где-то, а просто рядом. Еще и плечо подставив, потому что штатам сейчас тяжело. Вы, конечно, думаете, что он придурок совсем. Но это же советник президента. Как случилось, непонятно, что дальше. Что дальше с этим конструктором. Поэтому вот я не знаю, насколько я могу вам это рисовать. Это понятно нам с вами. Это понятно всем в Украине. И то не всем. Можно эту фразу еще раз? Это понятно нам с вами. Это понятно всем в Украине. И то не всем. Ну а дальше, собственно, как говорится, Остапа понесло. И он рассказывает, как будучи старшим лейтенантом, он отправлял докладную записку о захвате Крыма в 2003 году. И могу вам привести пример. Некто старший лейтенант Арестович Тузла, 2003 год. Я пишу докладную записку о том, что, глядя на экспансию, на мешковщину в Крыму, на раздачу паспортов, ну там... И предсказал захват Крыма. Далее он рассказывает, что происходили военно-штабные учения. Есть фотография Корчинский и Белецкий. И я, говорит. Я такой думаю, учения, а кто такой Корчинский и кто такой Белецкий? За счет Белецкого сделали, произвели в чин полковника или кто он там? А типа тогда они кем были? Это же есть знаменитое видео, там где Белецкий, Корчинский и я. Учения командно-штабные играем в 2008 году и предсказываем, как Крым будет захвачен. Военную часть писал я, там она сбылась на 95%. На 95% сбылась военная часть, которую писал он. Я начинаю же искать, потому что он, видно, что он гордится этим. И он гордится, я, представляете, я все предсказал. Я начинаю искать. Подготовка к войне в Крыму. 2008 год. Ага, командно-штабные учения, организованные Братством Корчинского. Это уже кое-что проясняет мне в этой всей ситуации. Братство Корчинского организовали командно-штабные учения. Но теперь читаем Арестовича, выкладки Арестовича. Основная ставка руководства Российской Федерации делается на то, чтобы коренным образом заменить русскоязычное население Крыма. Физически. Оно их там не устраивает. Их переселят в лагеря для беженцев Карачаева-Черкесии, где им будет очень плохо. А ставка в данном конфликте делается на крымских татар. Им, по неофициальным данным, предложили крымско-татарскую автономию в составе Российской Федерации. Когда я это прочел, я подумал, что может быть переврали присутствующие то, что лепил Арестович. Но сохранилось ценное видео. И я так понимаю, что Арестович им гордится. В принципе, так оно и сбылось. Ни в Симферополе, ни в Ялте ни одного жилого дома не осталось. Практически они похожи на грозный времен Чеченской войны. Все сбылось. Мы знаем, что основная ставка со стороны российского руководства делается на то, чтобы коренным образом заменить население Крыма. Оно физически. Оно их там не устраивает, русскоязычное население. Так и правда произошло? Русскоязычное население Крыма полностью заменено? Ну, это же право. В Карачаево-Черкесии поднастроили лагерей концентрационных. Оставка в данном конфликте делается на крымских татар. Крымских татарам. По официальным данным, им предложили крымско-татарскую автономию в составе российской федерации. Так как президент Татарстан. Интересная история. А в итоге это Украина вроде как предлагает крымско-татарскую автономию, да? Уже предлагает все, что хочешь. Как интересно. Так все крымские татары начали получиться. Да, там будет рассказывать, что будут нападать на местное население крымские татары. Будет полностью закрыт Черноморский бассейн, как транспортная зона. Никакого морского, дорожного, воздушного в этом время сообщения не будет. Это же не только Крым, это Одесса и Херсон перекроются. Перекроется вообще все. Это все то, что попало в 5% несбывшегося, или это все-таки 95% то, что он тогда нарассказывал? Ныне этот человек дает советы. Советы дает высшему руководству Украины. А потом спрашивайте, почему так живем. Не спрашивайте. Слушайте. Туристы закончились, все сбылось. Туристы закончились, минимум на 10 лет, а может и на больше. Транспортный коллапс, никакого сообщения. Все правда, читаем дальше. Арестович говорил, что после победы сепаратистов, подкупленная милиция будет их защищать. А татары нападать на русскоговорящее население. Все сбылось. Все сбылось практически, что говорил Арестович. Это все еще 5% несбывшегося. Говорил про то, что конфликт в Крыму выгоден западным силам. Проведникам воли, яких у певни мир и е президент. Непонятно одно, и про это его спрашивали во время мероприятия. А зачем западным силам конфликт в Крыму? Но, по всей видимости, Арестович не сдал этот секрет. Скорее всего, многозначительно охмурил брови, морщил лобик и говорил, что вы не разведчики, вы не поймете. Далее. Арестович говорил, что удар надо нанести по массовому сознанию и по экономическим объектам. Это уже как надо отбиваться, он говорил. Он подчеркнул, что теракты будут не против мирного населения, а против военных. Начнется все с подрыва коммуникаций. Следующее, что должна понимать группа из 5 человек, надо бить по российскому бизнесу. Списки объектов бизнеса будут публиковаться в дальнейшем. Это он описывает, как террористическим образом красные бригады должны отвоевывать Крым. Переносимся в 2021 год, где он рассказывает, что почему-то в Минобороне сказали, что он дурачок и не приняли его аналитическую записку. Почему? Так вот, меня обозвали провокатором, мне сказали засунуть эту бумагу подальше в стол и не отсвечивать и так далее. Это было в Главном управлении разведки Министерства обороны. Да почему? Почему? Далее рассказ, как он из кустиков на границе уже в 2014 году наблюдал за передвижением российских войск. Его несет, несет откровенно. Я стою, не буду говорить, где я на российско-украинской границе, в июле 2014 года, в конце, в самый конец. И заваливает такая, я из кустиков наблюдаю, заваливает такая колонна. Знаете, его можно, конечно, спросить, где ты стоял на границе, но просто не пришло еще время рассказать. Придет время, он расскажет, а сейчас еще не время. Потому что мы знаем, что разбили морду, поражение, встал, отряхнулся, собрался и пошел. Главное морально не сдаваться. Помните, как мы все сдались в Крыму? Не, я не помню, как я сдался в Крыму. Арестович, возможно, помнит, как он сдался в Крыму. Но фишка в том, что это он рассказывает про Иловайск, к примеру. Это он называет образно, дали в морду. Отряхнулся и пошел дальше. Отряхнул себя от тысячи погибших, да, и пошел дальше. И рассказывает о том, как надо было поступить в Крыму. Вот, собственно. Россияне, сейчас это доподлинно известно. Команда была из Москвы очень четкая. Если в Крыму начинается стрельба, и российские военные начинают нести первые потери, немедленно сворачиваться и уходить. Никакой Крым уже никто не берет. Надо было найти 20 человек военным, которые не побоялись бы и выстрелили. Сейчас бы мы чтили их память, конечно же, однозначно. Каждый из них получил бы героя Украины. Почему Арестович не отправился туда, будучи капитаном за пас, почему не отправился туда стрелять? Хорошо рассказывать о том, что стреляйте в российскую армию, а они сейчас убегут. Да-да. Но мы этого не сделали, потому что был тотальный моральный обвал. Командеры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав, но прямой команды никто не давал, и никто не был в состоянии выполнить. Как только начали стрелять, под Мариуполем, когда выстрелил... Да, Мариуполь я помню, это геройское освобождение Азов, по-моему, совершил. Там, конечно, была российская армия, позорно бежавшая потом. Тогда он выстрелил под этим самым, под славянском, по группе Гиркина, которая приехала атаковать Альфу. Вот когда находится первый, кто стреляет, или последний, кто не сдается, тогда можно сохранить управляемость и выхода, и всей ситуации, и всего остального. Но не нашлось. К сожалению, говорит, не нашлось в Крыму вот этих. Давайте опять вернемся в 2008, где он предсказывает, что будет, если начнутся боестолкновения. Жертвы среди мирного населения составят порядка 50 тысяч погибших. Погибших и около 150 тысяч раненых, которым никто не будет оказывать помощь. 50 тысяч трупов среди мирного населения и 150 тысяч раненых, которым никто не будет оказывать помощь. То есть они тоже умрут. Количество беженцев составит порядка 420-450 тысяч. Это будет русское язычное население. И русское язычное население все разбежится в качестве беженцев. Проблема не в Арестовище. Арестович просто там с приветом. Проблема не в нем. Проблема в том, что Зеленский всерьез взял этого человека, слушает советы, и государство движется по советам вот таких вот. Вот это самая главная проблема. Вы понимаете, да? Ну, у меня, в общем-то, все, наверное. Пока. Привет, друзья. С вами команда Шария. Пришло время очередного отчета. К концу подошел август, последний месяц лета. Он стал одним из самых непростых периодов 2021 года. Против наших лидеров ввели санкции. Нашу партию пытаются развалить всеми доступными способами. Наши ресурсы пытаются заблокировать, чтобы перекрыть украинцам доступ к последним объективным источникам информации. Главное наше достижение за прошедший месяц это то, что, несмотря на давление и преследование, партия Шария продолжает работать. Продолжает помогать людям, отстаивать права украинцев, бороться с геноцидом простых граждан и произволом властей. Мы не смогли бы продолжать работу в этих условиях, если бы не поддержка миллионов простых украинцев. Мы благодарны людям, которые увидели в нашей силе надежду на возвращение в Украину закона и справедливости. Мы обязательно наведем в стране порядок, как только пройдем в центральные органы власти. Пока же мы меняем жизнь украинцев к лучшему на уровне территориальных общин. Давайте посмотрим, что наши депутаты и активисты успели сделать в августе в тех городах, где мы пришли в городские советы. И начнем с Чугуева. В работе наших депутатов постоянно находятся десятки, а иногда и сотни вопросов. Наша чугуевская ячейка в августе работала над оборудованием мифутбольного поля для детей. Депутаты политической партии Шария занимались проверкой готовности школ перед учебным годом. Мы расследовали махинации и злоупотребление мэра города и его помощника. Добились обустройства тротуаров и пешеходных переходов. Помогали жителям города контролировать работу своих ОСББ. Наши депутаты прилагали все силы, чтобы не допустить незаконной реорганизации и ликвидации школ. В Чугуеве мы постоянно ощущаем на себе давление со стороны городских властей. Мэр со своими сторонниками систематически нарушает закон, не позволяя депутатам оппозиционных партий решать реальные проблемы горожан. Несмотря на помехи чиновников, мы добились нанесения разметки на улице Гагарина, которая должна сделать дорожное движение менее опасным. Не дождавшись реакции властей, наши депутаты помогли инициативным гражданам своими силами провести ремонт пешеходного моста через реку Чугуевка. Благодаря усилиям депутатов политической партии Ширия на улицах города ликвидировали несколько аварийных деревьев. Мы также помогли начать диалог жильцов с руководством одного из ОСББ. Партия Ширия будет принципиально отстаивать свою позицию в конфликте с мэрией и добиваться соблюдения закона всем представителям городских властей, в том числе через суд. А следующим городом в нашем отчете идет Черноморск. Наша команда в Черноморске весь месяц боролась с необоснованными начислениями по коммунальным платежам. Мы добивались уничтожения амброзии во дворах жилых домов, занимались вопросами ввоза мусора, боролись с ущемлением по языковому принципу, пытались решить вопрос незаконных парковок. Также поддерживали каноническую православную церковь в борьбе с религиозным гонением. Помогали получить материальную помощь нуждающимся, помогали гражданам с организацией ремонтов домов. Наши депутаты помогали жителям села Малая Долина, помочь разобраться с громкой музыкой в ночное время. Мы пообщались с хозяйкой особняка, который является источником шума и заручились поддержкой местной власти. Партия Ширия проследит за решением вопроса. Благодаря нашим стараниям начаты ремонтные работы в доме 21 по улице Данченко. И самая радостная для нас новость состоялось открытие нового офиса политической партии Ширия в Черноморске. Теперь мы сможем сделать еще больше для наших горожан. Наши депутаты отмечают, что острее всего в городе стоит проблема необоснованных начислений. В частности, по установленным общедомовым счетчикам, компании-монополисты без объяснения насчитывают людям огромные суммы. И партия Ширия предлагает большие усилия, чтобы помочь людям отстаивать свои интересы в этом вопросе. С подобной проблемой в самом скором времени могут столкнуться и жители других домов. Партия Ширия уже разработала рекомендации по тому, как избежать необоснованно высоких платежек. С ними можно ознакомиться на сайте нашей партии. А мы тем временем переходим к Мариуполю. В Мариупольской ячейке политической партии Ширия в августе пришлось столкнуться с массой острых вопросов. Наши депутаты занимались проблемами ремонта аварийных жилых домов. Мы добивались нормализации работы мусорных служб. Взяли в работу проблемные школы номер 32, которая требует незамедлительный ремонт. Включились в работу над обустройством проблемного участка дороги в школу. Нашим депутатам удалось добиться замены люков и повышения уровня канализации по улице Куинджи. Эти меры позволят прекратить затопление жилья с точными вводами. Также, благодаря нашему вмешательству, коммунальщики приступают к ремонту кровли в доме 96 по улице Куинджи. В Мариуполе нашу команду традиционно беспокоят проблемы экологии, на которую городская власть многие годы закрывает свои глаза. Депутаты партии Ширия постоянно сталкиваются с проблемами изношенного жилого фонда. В городе огромное количество аварийных домов. Игнорирование этой проблемы может привести к неоправданным последствиям. В частном секторе города фактически отсутствуют дороги, и партия Ширия ищет возможности для решения каждой из этих проблем. Следующий на очереди в нашем отчете Николаев. Николаевские депутаты партии Ширия в августе занимались вопросом замены окон в подъездах жилых домов. Мы помогали жителям города решать проблему аварийных деревьев, добивались ремонта протекающих крыш, помогали с обустройством детских площадок, работали над благоустройством пляжей, над освещением улиц, добивались ликвидации амброзии возле жилых домов, решали вопросы ремонта дорог. Партия Ширия в Николаеве столкнулась с противодействием некоторых чиновников. Местные СМИ часто публикуют неправдоподобную информацию, пытаются настроить против нас жители города, однако мы все равно решаем многие проблемы николаевцев. Наши депутаты добились очистки ливневки по улице Заводская. Благодаря нашим стараниям коммунальщики начали ремонт дороги по проспекту Центральный, ремонт тротуара вдоль морского лицея, ремонт желоба по улице Шоссейная. Мы организовали привоз песка на детские площадки по проспекту Багаявлинскому, улице Южной и улице Первомайской. Добились запуска 95-го маршрутного такси. Для Николаева актуальной остается проблема больших грузов на городских дорогах города. Неудовлетворительная работа полиции над транспортной ситуацией и неудовлетворительное качество питьевой воды. Партия Ширия прилагает максимум усилий для работы над этими проблемами, однако без участия городских чиновников решить их вряд ли удастся. Что ж, друзья, переходим к Краматорску. Краматорская команда партии Ширия в августе активно работала над ремонтом внутридомовых проездов, проселочных дорог и обустройством тротуаров. Много внимания мы уделили аварийному состоянию двухэтажных домов и их подвалов. По просьбе жителей поселков Новый Свет, Партизанский и Красногорка наши депутаты включились в работу над восстановлением ливневых канализаций. Мы также занимаемся проблемой освещения улиц, обустройством тротуаров. Боролись с незаконным закрытием школ, добивались бесплатного проезда в общественном транспорте для школьников и студентов. Депутаты партии Ширия в Краматорском городском совете регулярно сталкиваются с дискриминацией по языковому признаку. В нарушении Конституции Украины мэр города и провластные депутаты мешают нам выступить на русском языке. Наши микрофоны отключают, выступления срывают, не дают поднять важнейшие для города вопросы. Несмотря на противодействие партии Ширия, продолжаем бороться за право горожан, общаться и получать информацию на родном языке. В августе команда политической партии Ширия помогла прояснить вопрос высоких сумм в платежках за газ для некоторых горожан. Мы добились оказания материальной помощи нуждающимся. Провели небольшое развлекательное мероприятие в городе Покровск. А депутаты партии Ширия совместно с жителями Новоселовки выступили против закрытой школы номер 28. Мы подключили к работе над проблемой адвоката и помогли собрать все необходимые для судебного разбирательства документы. 19 августа состоялось первое судебное заседание. Суд отменил решение Краматорского горсовета о ликвидации Краматорской общеобразовательной школы номер 28. И мы будем помогать родителям, ученикам и персоналу школы до окончательной победы. Наши депутаты отмечают, что самая острая проблема Краматорска – это разрушающийся жилой фонд. Особенно двухэтажные дома, которые построены еще в 40-50-х годах прошлого века. Чиновники и управляющие компании уклоняются от решения этой проблемы. Для нормального решения этой проблемы необходима полная мобилизация сотрудничества всех логитвей городской власти. Что ж, друзья, следующим в нашем отчете идет Харьков. В августе Харьковская ячейка партии Ширия занималась проблемой водоснабжения. Мы помогали горожанам добиваться ремонта аварийных домов. Добивались продления существующих троллейбусных маршрутов. Работали над обустройством дополнительных пешеходных переходов. Помогали с оформлением материальной помощи нуждающимся. Добивались благоустройства придомовых территорий, ремонта внутриквартальных дорог. Расследовали причины задержки постройки станции метрополитена. Решали проблемы канализации. Инициировали создание площадки для выгула собак в Яснопольском парке. В Харькове мы часто сталкиваемся с нежеланием чиновников и депутатов выполнять свои обязательства и нести ответственность за свои действия. Однако мы продолжаем борьбу за интересы горожан. В частности, наши депутаты собрали немало средств для лечения украинских детей больных ДЦП в реабилитационном центре в Литве. Мы помогли возобновить подачу газа в дома и квартиры харьковчан, которые необоснованно отключали от газоснабжения. Помогли женщине реструктуризировать долг перед Харьков газом. Одной из главных проблем Харькова остается неудовлетворительная работа коммунальных служб. Для ее решения необходимо серьезно менять характер работы городских властей. Партия Ширия активно работает в этом направлении. Ну а мы тем временем переходим к Купенску. В работе у Купенской ячейки политической партии Ширия находится вопрос по отводу сточных вод в доме 18 микрорайона Ювелейный. По подаче холодной воды жителям поселка Сахарозавод по регированию улиц Ровенской и Разина. Также мы работаем над уличным освещением по улице Красной и улице Нахимова. Добиваемся установки мусорного бака по улице Лучинского. Работаем над ремонтом протекающих крыш. Наша Купенская команда постоянно сталкивается с противодействием со стороны мэра и его сторонников. Это существенно снижает эффективность нашей работы. И тем не менее активисты и депутаты партии Ширия смогли обустроить детско-спортивную площадку воркаут. Мы проследили за ее монтажом и передали на площадку на баланс города. Депутатов политической партии Ширия и жителей Купенска очень волнует реорганизация школ и ее последствия. Острым остается вопрос задолженности по выплатам медицинским работникам. И эти вопросы можно решить только на уровне властей города, однако они предпочитают их игнорировать. Итак, друзья, в следующем нашем отчете идет Запорожье. В августе запорожские депутаты политической партии Ширия занимались выделением материальной помощи нуждающимся. Включились в работу над ликвидацией последствий большого пожара в жилом доме. Добивались реконструкции больницы. Работали над заменой окон в детских учреждениях. Запорожские депутаты политической партии Ширия постоянно ощущают давление со стороны мэра и его сторонников. Против нас ведется активная информационная кампания. Нас пытаются очернить и дискредитировать в средствах массовой информации. И несмотря на это, в прошлом месяце мы добились возобновления газоснабжения в семи домах. Добились перерасчета тарифов для жителей двух домов. Помогли с обустройством сенсорной комнаты детскому центру реабилитации. Поспособствовали покупке принтера в детским садам номер 3 и номер 98. Добились закупки нового цитоскопа для городской больницы номер 4. И запустили замену окон двух ОСББ. Неплохой результат, друзья. И мы переходим к Одессе. В августе политическая партия Ширия вела в Одессе работу над вопросом незаконного отключения от водопровода. Жилого дома по улице генерала Цветаева. Работали над восстановлением и улучшением коммунальной инфраструктуры. Помогали социально незащищенным гражданам отстаивать свои права. Наша команда в Одессе столкнулась с беспрецедентным давлением. Одному из помощников депутатов партии Ширия сожгли мопед. Кроме того, нас пытаются постоянно дискредитировать. Помешать нашим расследованиям и борьбе за интересы одесситов. К примеру, городское руководство игнорирует обнародованные нами факты коррупции в сфере экологии и защиты животных. Но как бы нам не старались помешать, команда Ширия продолжает работать. Весь месяц мы активно уничтожали амброзию на улицах города. Наша команда контролировала очистку и восстановление городских ливневок. Мы помогли известному пианисту Сергею Терентьеву получению специальной пенсии. Обнародовали результаты расследований по фактам многомиллионного воровства на программах мэрии, связанной с зоозащитой. Главной проблемой Одессы остается полное безразличие городской власти к бедам и потребностям горожан. В городе фактически отсутствует полноценная транспортная инфраструктура. Основным видом транспорта остаются маршрутки. Одесса постоянно стоит в чудовищных пробках и тотальная застройка побережья приводит к катастрофической перегрузке инфраструктуры. Наши депутаты отмечают, что без смены руководства в городе решить эти вопросы скорее всего не удастся. Однако мы не прекратим делать все, что в наших силах, чтобы помочь одесситам. А теперь, друзья, мы перейдем к отчету в городе Киев. Да-да, вы не ослышались. В августе этого года партия Ширия начала активную работу в столице, несмотря на то, что в столичных органах власти мы пока не представлены. В Киеве живет очень большое количество наших сторонников, Многие из которых готовы бороться с беспределом столичных властей и наводить порядок в родном городе, не дожидаясь очередных выборов. В прошлом месяце киевский актив занимался проблемами жилых домов, некачественными дорогами, борьбы со стритрейсерами, а также провели большую и важную встречу киевского актива. Совсем скоро наша киевская команда выйдет на нормальный режим работы, и мы покажем, как нужно заставлять столичные власти выполнять свои обязательства. Ну что ж, друзья, на этом наш августовский отчет подходит к концу. Мы благодарим за поддержку миллионы наших сограждан и рады помочь каждому, кто приходит к нам за помощью. Мы видим реальный уровень поддержки населением наших идей. Все попытки режима Зеленского задавить, запретить, очернить партию Ширия приводят лишь к росту нашей популярности. Мы понимаем, что остались последней оппозиционной силой, которая не продалась олигархам или их зеленым слугам. Партия Ширия умеет держать удар, умеет стоять до победы, умеет показывать реальные результаты, в отличие от популизма и вредительства остальных политиков. Мы продолжим свою борьбу до полного восстановления в Украине законности, справедливости, мира и благополучия. Спасибо вам, дорогие, за поддержку. Впереди у нас очень много работы, и это здорово. Увидимся с вами ровно через месяц. Следите за нами. Пока.